Этот фильм, как сделать скульптуру из орбитона, скульптуру в данном случае гномика. Это такие популярные, отработанные уже парковые скульптуры, дачные скульптуры. И вот стоит как бы работа этого гномика, который делает Лена. И я снимаю этот фильм. Ну у нас пришел заказик такой, чтобы мы сделали эту работу. На день рождения кто-то хотел подарить. Ну я не помню, кажется, долларов 300 она стоит. Я уже забыл, сколько она стоит. Ну не важно. Важно, вот присмотрите, вот сделан каркас. Каркас вываренный с арматуры. Арматура шестерка. И чтобы эта скульптура была легкая, мы просто взяли мешки с цемента, запихали внутрь каркаса. Каркас достаточно качественный. И получится, что он как бы будет пустой. Но он сделает так, что мы сейчас Лена будет кидать его, вы посмотрите, обмазать его. И только так, чтобы арматура была в бетоне. То есть он, видите, как бы раствор должен обязательно быть под арматурой. Ну сетку Лена поленилась вязать. Ну уже было сетку вязать. Ну не важно, каким образом. В данном случае мы выбрали вот такой вот подход, прием. Бомжатский прием, как сделать скульптуру. И дело в том, что это очень просто. Вот она кидает ее, а на сетку надо мазать. Или ее надо заливать внутрь, чтобы она была, как бы арматура была в растворе. Это самое главное, чтобы арматура была в растворе. Дело в том, что эту скульптуру придется бы воздеть в багажник автомобиля. Ну как бы мы не хотели, вот она все равно будет под 100 килограмм весом. Ну я уже не помню, ну 80-100 килограмм по-любому она будет весить. Как бы вот, видите, подвязана где-то проволочкой. И еще там фундамент надо будет делать. Ну каркас качественный, ведь он жестко сделанный. Он держит стаканчик руки. И вот этот стаканчик, он дает жесткость. И поэтому руки, ну можно как бы схитрить эти руки и сделать их на весу. Ну то есть, в смысле, они, ну что они не монолитные. Они вот, они как бы, а так бы, так бы, если бы мы делали в парке, то нам бы пришлось бы монолитик это делать. Потому что это, ну реально важно, чтобы арматура и внутри она, иначе она работать не будет. Ну так как эта скульптура будет стоять во дворе у человека, там уже не будет таких жестких вандальных, к ней требуют анти-вандальных. То вот такое попытались мы сделать. Можно пенопласт было туда, можно было сетку внутрь напигать. Ну вот, мешки под рукой. И вот так вот, смотрите, вот видите, уже на следующий день, это лето, она прихватилась. Вот смотрите, у нас эскизик вот такого. Водим гномика, там он с таким чайничком поливает огород, или это как, как правильно сказать. Он занимается, обслуживает огород. И посмотрите, как внизу сделан каркас ног. А ноги мы не стали запихивать туда бумагу, потому что ноги несущие, и видать, Лена сейчас будет делать монолитик этих, потому что, а, этот гномик должен стоять на ногах, и ноги должны быть жесткие. Поэтому не стали рисковать мы и туда запихивать бумагу. Так что, будем говорить, как бы смысл есть. Это не просто там взяли без, закидали как попало. Нет, есть определенные задачи, определенные технологии, которые требуют определенного подхода. И вот у нас есть Володя помощник, он очень опытный, вот это и сварщик он хороший. Ну, мы и с ним часто варим. И теперь он берет, видите, как бы забутовку делает. Может камушки делает, или что, да, камушки выставляет. Почему камушки? Потому что камушки жесткие. Идет, типа, как бы железобетон получается. Потому что бумага, она не жесткая, она не будет работать на сжатие. А камень будет работать на сжатие. Ну и тоже так быстрее. То есть, это такие вот основные есть наработки. Ну, просто мы таким образом боремся с весом. Если бы это было такое вот, стояло оно, мы просто бы заманалитили ее полностью. Светку обвязали, а внутрь залили бетон. Ну, такие есть вот. С одной стороны, работает дома хорошо. Ну, другая проблема стоит выносить этой скульптуры. И вывоз ее заказчику. Ну, потихонечку, как бы, идет забутовка. Пока мушку ложат, ложат, он все равно это победит. А так как жара, сейчас через часик у нас хватится. И можно будет уже делать, ну, пластиковое по этой работе. Ну, вот так идет забутовка. Вот смотрите, видите, уже ножки появились. Леечка такая появилась у него уже. Ну, видно, и, видите, обмазка идет, что везде видно габариты. То есть, арматура это габариты. Чем качественнее каркас, тем проще делать скульптуру. Ну, опять, есть небольшие нюансы вот этих масштабов. То есть, надо понимать, где идет в плюс, где идет в минус. Допустим, вот, ну, это где ноги, шея там. То есть, часто вот такие скульптуры, ноги, как бы, короткие. Ну, так как это работа, как бы, сказочная, у них нету таких жестких требований. То есть, и поэтому, поэтому, как бы, ну, это несложная работа. Самое сложное в работе – это габариты. Как выдержать габариты, пальцы и руки, вот эти детализации. Ну, даже в чем сложность? Это бетон. И работа будет стоять на улице. А раз она будет стоять на улице, то к ней требования серьезно. Потому что арматура на морозе, она сужается. А арматура на жаре расширяется. Если пальцы и руки будут тонкие, как тонкие. Ну, арматура имеет толщину, допустим, шестерка там, или какой мы варим. Вот получается уже 6 сантиметров есть у нас, 6 миллиметров есть у нас толщина арматуры. Вот палец у нас двух арматур, уже получается 6-12, прослоечка какая-то. И получается, палец нам надо делать уже 3-4 сантиметра. Представляете, какой палец толстый будет. А попробуйте, что же тогда за человек, если у него будет 3-4 сантиметра палец. А если у него будет палец тонкий, то при жаре палец разорвет раствор. Если арматура на жаре расширится, будут микротрещины, значит пальцы повысыпаются. Но если у него будут рукавички, то есть вот эта проблема, как сделать пальцы. Ну, как бы, без арматуры их не сделаешь, должна за что-то держаться. А как сделать, чтобы толщина. А толщина у нас уже, вот смотрите, пальчик уже у нас имеет задачу. Ну, вот локоть, рука, нету проблемы. Вот лина берет, сразу же увидели черновую и спрашивает, сколько она до слоев. Да, ну, нет ответа, сколько слоев. Она берет, сразу делает, получается, она делает начисто. А если не получается, она ложит второй слой. И желательно эти слоя делать как бы за один раз. Потому что, чтобы не было слоев. Потому что раствор не любит такого. Вообще, такие работы делают форму и кусковую, или там силиконовую. И делает вибрацию, и заливает его железобетоном. Тогда эта работа крепкая будет. А мы делаем слоенку. Получается, мы делаем модель. То есть, как бы, работа делана в одном экземпляре. Она авторская. Ну, людям от этого не холодно, не жарко. А суть в том, что нарушение технологии, вот именно слоенка. Что она сейчас делает? Она сделала, будем, пиджак с его, или там что там, безрукавка. И она теперь размывает раствор. И таким образом водичка проходит. И она, как бы, вибрация идет. И идет соединение слоев. Вот, смотрите, это она рукой налепила. И мастерком сейчас она будет, ну, как бы, проводить или пить. Ну, это миливетер, ветер или что не получается. Ну, как бы, приходится дублировать. Ну, может, у Лены есть свой канал, и люди при желании можете зайти. Я думаю, у нее есть этот фильм, или такой фильм, или, я не знаю. Ну, должен быть фильм по гномику. Несколько фильмов. Кто хочет с озвучкой Лены, он может туда прийти и посмотреть. Вот она сейчас пальчиком вылепливает. То есть, она с раствором работает, как с глиной. То есть, это определенная техника работы. Ну, когда потом будет подстывать, то она возьмет и будет уже подрезать. Ну, вот, работать чем она несложна? Что здесь, вот, будем говорить, смотрите, это безрукавка, она достаточно толстая. Нету мелких деталей. Для бетона самое сложное дело детализация, глаза. Ну, почему сложно делать? Потому что песочек, он имеет зернистость. Ну, если как глинистый песок, там меньше зернистость. И очень сложно вырезать, оно будет выкалываться. А вылепить ты не вылепишь. Это, ну, технически сложно. Если ты по гипсу работаешь, гипсовые скульптуры, они шлифуются, шкребутся. И там можно делать более тонкие работы. Поэтому есть работы, которые я стараюсь обрать. Какие они коммерческие, есть работы некоммерческие. То есть, они, ну, имеют, разный имеется подход. Ну, опять с бетоном, вот, опять школы, вот эти все, искусства или как там институты. Есть такой, как бы термин, монументальная работа. Почему? Ну, там есть опять своя техника, подачи. А вот такие работы, они, ну, как бы, требуют другого подхода. Поэтому даже мы лепим, все равно это слоенка. Опять, если арматура близко к раствору, она будет, ну, на солнце. То есть, бетону старашен не мороз. Важна, ну, жара больше. Больше вредит скульптурам жара. На жаре идет расширение и разрыв бетона. А зимой уже потом вода, там, влага, она, как бы, свое дело делает. Ну, дело в том, что эти работы парковые, они не претендуют там, там, на 100-200 лет. Им 10-20 лет хотя бы прожить, и это уже успех. Ну, то есть, а через 10-20 лет она устареет, или у людей другие, там, планы и задачи. То есть, ну, то есть парковая скульптура, она, там, ну, у меня есть парки, которым 20 лет, и они стоят живые, их подкрашивают. Ну, если зрители или, там, гуляющие в парке камнями не бьют, их не разрушают, то они довольно-таки долго стоят. У меня есть такие фильмы, где работы в парке, там, стоят, ну, 10 лет, ну, 20 лет стоят. Есть такие парки времен Советского Союза. Ну, вот, я здесь, я, видать, решил попозировать и, вот, делай лицо. Вот, смотрите, лицо, это уже, ну, другие задачи. Чтобы лицо сделать ему, то есть, я ищу базовые такие поверхности. А какие базовые поверхности? Это виски, виски, нос, подбородок. То есть, это надо, вот, найти эти размеры. Потому что от этих базовых размеров ты будешь делать и дальнейшие, там, допустим, глаза надо делать в самую последнюю очередь. Потому что потом, если у тебя глаза будут не на том месте, где надо, то их будешь четыре раза делать. Вот я ищу, поймать, хочу поймать вот этот базовый размер. Вот это мы, именно височную кость. Лоб, височную кость. То есть, есть, как бы, верхние базовые размеры. Это вот, какие верхние? Потому что это вот лоб, нос. Но опять, нос надо потом делать. Ты будешь делать их от, вот этих вот, скул, от подбородка. Когда мы это сделаем, просто потом уже на вот эти базовые размеры можно сделать бороду. А борода, у бороды нет жестких требований. Потому что у бороды, там, допуст, два-три сантиметра, ты какой ни сделаешь, без разницы. А вот лоб, глаза, там уже идут на миллиметры. Опять это симметрия. То есть, получается, вот такая вот идет работа. Ну, вот я решил поучаствовать для, как фотомодель. Вот, ну, в принципе, Лена и сама все это делает. Ну, как бы, решил поумничать здесь. А потом, когда, видите, появился лоб, то по лбу уже можно сделать шапку. Видите? Шапка. Потому что шапка, она вторичная. То есть, ее, когда, если будет лоб прям, сделанный лоб, там, вот эти скулы, то ты потом не вопрос. Вот я сейчас намечаю уши и пытаюсь найти те габариты, от которых пойдет уже вот эти лоб, глаза, там, ну, именно основные. А нос потом, если будет щеки правильно сделаны, то нос не проблема. Нос это деталь. Она как бы, ну, не симметричная. Она одна, а глаза симметричные. Ну, теперь подстояла немножечко, и Лена берет, подрезает вот эту вот, уже, видите, шкребется, она уже не лижется, не мажется. Она тебе подрезает, чтобы дать более такие жесткие размеры под вот эту курточку. Ну, чем хорош бетон, или как арбетон, если правильно так сказать, тем, что им очень быстро делать. Если это с дерева делать, надо будет стамеска. Дерево, материал неблагодарный. Я в арбетон пришел, как резчик по дереву. Я начинал на связи с дерева, потом понял, что это путник вот туда, и просто прекратил тратить свою жизнь на резьбу по дереву. Я делаю шкатулки, ну, что только не делаю. Пытался и продавать, и бизнесом заниматься. То есть, ну, ну, это все не очень сложно с деревом. Это неблагодарное дело, и его на сколько мне возьмешь. А арбетон позволяет достаточно быстро с ним работать. Ну, видите, она физически протянула, и оно режется. А об дерево надо было молотком там чем-то пилять, строгать, рубать там, ну, или какие-то другие инструменты стамески. У меня до сих пор в подвале валяются кованые стамески, как антикварят уже. Вот она подрезала, и... А здесь будет, видать, шапочка. Вот это насечку делает. Она, шапка будет, ну, опять, это уже деталь, то есть, ну, несложная деталь. Если там все нормально, шапка такая или иная. Она, ну, там большие припуска, которые позволяют, ну, вот, видите, вот такая вот шапка показывает. Как капюшон, или как там у них там колпак. Ну, тут уже, видите, пластика показана, щеки, рот намеченный. И теперь, ну, она, видать, еще плывет, ну, уже проглядывается сам гномик. Терема подрезает, видите, рукава. Ну, Лена девочка аккуратная и усидчивая, чисто психологически. То есть, ее темперамент позволяет часами делать работу. Она и картины, и живопись, будем говорить, делает, которые тоже, ну, за день не сделаешь. Поэтому это все навыки позволяет ей делать вот такие работы. И, видите, она, помимо кисточки, она еще немножко руками затирает. Это тоже, как бы, важно. Ну, то есть, она, как бы, вибрация идет. А вот эта вот идет, вот она готовит, видать, бороду не успевает сделать. Она делает насечку, ну, не знаю, вот, как бы, насечку делает, будет борода. Ну, вот, будем говорить, а так идет работа. Вот, смотрите, уже 17 минут фильм. Как бы мы ни хотели, вот, даже урывками, то есть, ну, ну, чтобы будем сделать лицо гнома, надо 4 часа. Ну, будем говорить, что руки там туда, надо там 10. Ну, короче, надо 20 часов делать эту работу, как бы ты ни хотел. Вот, видите, у Си показана вот такая вот пластика уже есть. И теперь, ну, посмотрим, каким путем она пойдет. Она ли вырежет это, ну, я уже не помню. А это, видите, обмазка идет, вот это вот чайничка поливалки. Вон, ручка такая, видно, и которую надо раствором закрыть. И вот намет на руку. Вот, чтобы руку тоже надо, одну руку будешь целый час делать. То есть, ну, по-другому не получается. Надо по миллиметрам лепить или вырезать. Ну, вот есть такая болванка. Вот здесь будет обувь. Сейчас это пока в минусе все. Ну, уже остались перепуска на то, чтобы сделать начисто. И желательно, бетон любит, чтобы быстро работает, чтобы не перестаивало. Потому что пока она свежая, оно как бы одно целое будет. А завтра мы уже где-то неправильно помажем, но цемент не пристанет. Вот уже сзади видно безрукавка и такой вот там платье с поднимой рубашечкой. Это первая часть фильма, которая показывалась, как сделать первый слой и закидать каркас гнома. Вторая часть будет, как сделать второй слой чистовой и сделать работу начисто. Потому что за день не получается сделать работу. Бетон перестаивает и приходится делать такую слоенку. Вот вторая серия будет, как сделать гнома начисто. Ну, фильм длинный и получился. И в один фильм его сложно все показать. А вот разбив на две части, вы сможете дальше более подробно увидеть, как сделать чистовую работу по готовой, подготовленной поверхности.